В Самаре продолжается строительство новой станции метро «Театральная». В связи с этим в историческом центре ограничили движение трамваев по улице Галактионовской в районе дома номер 95. То есть с утра понедельника текущей недели проезд запрещен от перекрестка с улицы Красноармейской. Трамвай пустили по улице Фрунзе. Ранее транспорт туда не ходил, так как проезд по Красноармейской через перекресток по прямому ходу от Самарской до Молотогвардейской был закрыт. Теперь же этот участок доступен как для автомобильного, так и для электротранспорта. По одной полосе автодороги работает в город и из города. Трамваи восьми маршрутов также едут в оба направления. В районе перекрестка у зоны метростроя не встречаются. При следовании транспорта из города приоритет, согласно светофору, дается трамваем. Напомним, что стрелочными переводами оборудовать восстановленные пути не понадобилось. С помощью крестовин трамваи легко смещаются в сторону, переходя на короткий участок встречного пути, а далее возвращаются на свою трассу. После завершения строительства первой ветки метрополитена, подземка свяжет удаленные районы города с его исторической частью. С вводом в эксплуатацию станции театральный интервал движения электропоездов сократится до семи-восьми минут. По расчетам экспертов, пассажиропроток в метрополитене вырастет минимум на 15%. Новая станция позволит горожанам без пробок, с комфортом добираться с окраин до центра Самары и обратно, и чаще посещать театры, музеи и другие социокультурные площадки. Все работы остаются под пристальным контролем и со стороны областного ведомства, и со стороны администрации Самары. Общественники также акцентируют внимание на том, что метро – очень удобный вид общественного транспорта. Новая станция позволит разгрузить дороги в городе, сократить пробки, а люди будут значительно быстрее добираться на работу или по другим своим делам и обратно домой. Станция метро в центре города, конечно, это возможность для жителей отдаленных районов, скажем, без мелких городок, попасть в культурный центр города, участвовать в его событиях.